Доброе утро, Камилхан. Первый вопрос. Как получилось, что вы начали заниматься балетом? Балет – это моя детская мечта, которая воплотилась в дальнейшую жизнь. За это спасибо родителям, которые услышали, не проигнорировали детское желание танцевать. Не просто танцевать, а именно танцевать в балете. Вот так я попала в балет. Карьера каждого человека сопряжена со взлетами и падениями, может быть, и не очень серьезными. Расскажите нам, пожалуйста, с какими трудностями вам пришлось столкнуться на своем пути? Трудностей, конечно, было немало. Неспроста балетная профессия, артист балета, она считается одной из сложнейших профессий. И первым делом, конечно, какая основная трудность – это огромные колоссальные физические нагрузки, которые артист балета ежедневно переносит. Но помимо физических нагрузок, также бывают очень сложные и психологические, потому что каждый выход на сцену – это огромные переживания, это волнение. И порой, вы знаете, нервы забирают у человека больше, чем физическая работа. Но пережить все это способен ли кто-то действительно любит профессию? Поэтому в нашем деле только те, кто любит свою работу, остаются только эти артисты. А те, кто, конечно, приходит, ну, не совсем занимаясь своим делом, они по ходу работы, да, они отсеиваются. Ну, естественно, какие еще трудности? Это, наверное, со здоровьем проблема, потому что у артистов балета есть свои профессиональные травмы. И перечень этих травм немаленький. Вот. Это тоже нужно, конечно, пережить. Но вас травм постигали? Да, конечно. Ну, без травм не получается. Ни один артист балета, который занимается ни один год этой профессией, не остается без травм. Такая профессия. Вы часто гастролируете по разным странам. Вот в этом году вы показали французской публике тени Габустана. Расскажите нам, пожалуйста, как встречает мировой зритель, можно сказать, наш балет? Мы действительно часто выезжаем и танцуем на именитых сценах. Ну, вот вывозили, как вы сказали правильно, недавно во Франции, показывали тени Габустана в Париже и в Страсбурге. Публика принимает наш балет всегда хорошо. Наш балет колоритный балет. И мы вывозим не классику, которой, в принципе, Европа, искушенная Европа классическими балетами постоянно, которые показываются. Это «Лебединое озеро», «Щелкунчик», которые у нас на нашей сцене ставятся. Мы вывозим свою национальную классику. Национальные спектакли. И, например, «Тысяча, одна ночь» Фикарета Амирова, «Семь красавиц», «Лилими», «Джун, Дон, Кихот», «Кара Караева» вывозились и будут вывозиться. И проходят всегда с большим успехом. И не только европейской публике нравится наша музыка и наш балет с элементами национального танца, но основанной на классике, на балетной классике. Отсюда следующий вопрос. На какой бы мировой сцене вам бы хотелось выступить? Вы знаете, в моих, так скажем, балетных мечтаниях нет конкретного такого желания, чтобы выступить на какой-то определенной сцене. Меня, так как трогает и вдохновляет меня наша сцена, родная сцена нашего театра, азербайджанского театра, ну, это не происходит, наверное, ни на какой сцене. Поэтому, в принципе, все мои мечты, связанные с балетом, они воплощаются на сцене азербайджанского театра. А что касается других сцен, что нас действительно вывозят на, опять же, повторюсь, на именитые сцены. Это сцены, большой театр России, наверное, что может быть еще? Больше, да? Что может быть, что еще может желать балерина? Мы танцевали там и не раз. Поэтому мы избалованы с такими помостками, знаменитыми помостками. Камила Ханом, как бы вы могли охарактеризовать уровень развития культуры в Азербайджане? В последние годы Азербайджан не только в сфере культуры, вообще, в целом Азербайджан удивляет мировую общественность именно тем, что прогрессирует и идет вперед семимильными шагами. Это не только в культуре, это в любой области происходит. И за это, конечно, первым делом спасибо президенту и его внутренней и внешней политике. И сегодня Азербайджан достойен уважения на международной арене. И это не может не сказаться на деятельности граждан Азербайджанской республики. Граждане все уже, само собой, в любом деле, на любом поприще идут вперед, стремятся к чему-то большему, к лучшему и стремятся идти вперед. Потому что на это направлен курс всего государства. А в культуре, само собой, это происходит, потому что нам действительно есть что показать, нам есть что представить. И у нас самобытная культура, она и древняя культура, и современная культура. И нам есть что испомнить, и что развивать, и что представлять на должном уровне. И это происходит сегодня. Как современные, наши современники, так же классики, которых мы уважаем и ценим. И на сегодняшний день молодежь может видеть, как государство относится к культуре. И только остается просто это развивать, поощрять и участвовать. Наверное, это. Отсюда следующий вопрос. Как привить интерес молодежи к балету? Что для этого необходимо? Вы знаете, конкретно к балету прививать, я думаю, нужно посредством, наверное, образованности современной молодежи. Ведь не секрет, что именно образованный человек, он разбирается и в искусстве, в оперном, в балетном, в художественном. Это может позволить только образованный человек. И сегодня, на сегодняшний день, именно образованность современной молодежи, она позволит приобщаться и к искусству. Посещать спектакли, принимать участие. И я думаю, как раз мы на верном пути. И сегодняшний курс образования в Азербайджане позволяет это, продвигать это. Нужно не обязательно любить и фанатично относиться к искусству, но уважать и понимать, я думаю, обязан каждый гражданин. Тем более, что, опять же, повторюсь, в культуре Азербайджана очень многое, что стоит уважать. А вот как, например, культурную пропаганду вести? Я думаю, что она ведется на сегодняшний день очень ярко. Это постоянный репертуар в театрах, регулярные спектакли, разнообразный репертуар. То есть мы показываем не только классику, и оперную, и балетную, но и национальную. Национальные спектакли идут постоянно, регулярно. Зритель может знакомиться и с азербайджанской культурой, и с мировой культурой. По стране везде проходят постоянные культурные мероприятия. Постоянно привозятся выставки, постоянно собираются концерты, приглашаются оркестры, приглашаются исполнители сольные, как и оперные, как и балетные. Эта культурная жизнь не только Баку, всей страны, она очень бурно развивается. Поэтому вот это и есть, наверное, пропаганда. У вас потрясающая дочь. Вы как-то сказали, что не хотите, чтобы она пошла по вашим стопам. Раскроете причину? Основная причина в том, что с самого детства я не видела в ней фанатичной привязанности именно к балетному искусству. То есть ребенок, который любит просто танцевать, точно так же, как и петь и рисовать. Это нормально. Естественно, в это балетное дело нужно идти лишь с фанатичным желанием именно быть артистом балета, балериной. Этого я не видела, поэтому, наверное, я ей даю огромный спектр возможностей развиваться. Всесторонне. Всесторонне, да. Ну, в дальнейшем, что она выберет, это уже ее будет как бы направление, которое я буду в любом случае поддерживать. Но отдать в балет, не в виде, опять же, в ней колоссального желания, я не отдаю, потому что это действительно сложная профессия. И идти туда, быть посредственностью, не стоит этого делать. Но, тем не менее, у нее еще маленькая, и балетная жизнь начинается лет с 9-10 у детей. Поэтому у нее есть еще время захотеть очень сильно стать балериной. Если это произойдет, то в 9-10 лет она, может быть, и пойдет в этом направлении. Но пока этого нет. Она занимается и спортом, и музыкой, и также танцами, танцует, и рисует, и занимается всем, что уже она, куда она выберет пойти. Последний вопрос. Удалось ли вам, Камин Ханом, реализовать свою мечту? Знаете, мечта, это очень, конечно, имеет такое обыкновение всегда прогрессировать и развиваться. То есть, если мы достигаем чего-то, мы хотим большего. Концепция «хотеть большего» – это заложено, я думаю, в каждом человеке. И мечтать с каждым разом все дальше и дальше, больше и больше – это, естественно, для любого человека. Сказать, что я дошла до предела, исполнила все свои мечты, я не могу. Но на сегодняшний день, да, в плане того, о чем я мечтала в детстве, да, действительно сбылось. Я танцую на сцене, и то, что я получаю каждый раз в спектакле – это и есть то, о чем я мечтала. Но и сейчас у меня все равно есть мечты, может быть, они где-то и не связаны с балетом, но и продолжаю также и в этой профессии развиваться и желать хотеть большего, это естественно. Ну, сегодня я уже не только балерина, я еще и мама, поэтому мои мечты, они не направлены конкретно, то есть не конкретно направлены, они гораздо шире, чем были когда-то в юности. Но, да, я удовлетворена тем, что имею на сегодняшний день. Мы желаем вам реализовать все свои мечты, которые у вас остались в дальнейшем, вам творческих успехов и всего наилучшего. Спасибо вам огромное, спасибо за это. Спасибо, что приснали. Спасибо.